Мужские игры Мелких их, мелких жульничеств Я бы сказала, не только мелких Не только мелких, но всегда на общественном здоровье Они почему-то Оттаптываются Доброе утро, Максим Доброе утро, друзья Да, но что говорить Две недели не было И, кстати, наши слушатели пишут Мне и в соцсети, и там лично, кто знает Говорят, форматик, форматик, надо вырабатывать Вот, и я решил сегодня начать С своих альтернативных и зеленых новостей И, кстати, друзья Если у кого будут зеленые новости Вы можете прислать нам их тоже в эфир Ну и тогда, так сказать, на следующей неделе Мы их озвучим уже с нашими Комментариями Но, вот, Никита, ты правильно сказал Пока люди занимаются делом В правительстве Работают над классикой российской литературы Опять, так сказать Товарищ Крылов у нас Классик Крылов сегодня Лидирует В Министерстве природных ресурсов решили повторить Басню-квартет Министр, соответственно, поменял двух замов местами Строго зеркально поменяв и у них должности Ну, имеется в виду должностные обязанности Значит, Мурат Керимов, который занимался Арктикой Теперь будет заниматься природоохранным блоком А Константин Румянцев, который занимался природоохранным блоком Пойдет заниматься Арктикой Все в недоумении Важное начинание Все теперь изменится, видимо Да, да, причем все очень удивились Что это сделано ближе к концу года Соответственно, в Арктике Где, ну, честно говоря, особо напрягаться Не приходится Теперь легко будет Отдыхать Румянцеву А выгребать за не сделанным за Румянцевым Придется Мурату Керимову Ну, который вроде как на легком труде Девять месяцев был, да А теперь за три месяца должен будет решить То, что наворотил он наш этот незабвенный кости Мы же помним, что Румянцев подельник этого Чернина Который там чудит сейчас на Байкале И, собственно говоря, вот эта Вся мизансцена с Байкалом Это тоже новость, да Которую за две недели Президент Путин Сделал следующий год годом Байкала И вот, если расширять эту новость Да, я хотел бы вот нашим слушателям Я много и общаюсь с людьми Не все понимают масштаб Байкала И я за много лет выработал вот такое там Очень простое объяснение Представляете, вот Байкал Он от Красной площади в Москве До Сенатской площади в Санкт-Петербурге длиной А шириной он в среднем Как от Красной площади До площади Троицы Сергиева Лагеря С Сергиевым Посадин Вот Байкал это вот такое На самом деле огромное озеро И если его бы положили На центральную европейскую часть России То мы просто раскололи бы То Рублевка бы утонула Вся целиком полным засталом А мной может и неплохо Ну, в общем, да И даже вот Ну, то есть вот это истинный размер Байкала И когда вот Ну, люди по-настоящему видят Байкал Это счастливые люди И я вот придерживаюсь того видения Что каждый, кто имеет возможность Доехать хотя бы раз в жизни до Байкала Должен это сделать Потому что единожды попав Вы навсегда Вот вы навсегда Как бы приобщитесь К самому колоссальному и природному явлению Которое есть в стране И я Много очень у меня друзей Экологов иностранцев Они все мечтают приехать в Россию Но, конечно, не для того, чтобы смотреть на Кремль, да А условно Только для того, чтобы посетить Байкал Правда, приходится смотреть на Кремль Потому что прямых рейсов на Иркутск очень мало Вот Ну и, соответственно, вот Байкал Это то, что притягивает Ну, это вот о новостях, да Следующая у нас очень интересная новость Это, как мы знаем, жители Башкирии Отстояли священную гору Куштау Вот И Радий Хабиров, который еще недавно Втопил за интересы башкирской содовой компании Втопил в ровно противоположное Но тебе, как мотогончику, наверное, этот трюх известен Вот Но в политическом плане Это впервые исполнено в Новой России Когда одно и то же лицо Переоболось на лету Да, и в удивлении все Ты считаешь? А вот я тут помню еще одно и то же лицо Которое кричало, что Пока оно президент, пенсионный возраст повышен не будет Президентом оно осталось, а пенсионный возраст повысили Так что Ты знаешь, это новые веяния просто похоже Просто Радий Хабиров, видимо, очень сенситивный господин Он вот прям колеблется вместе с линией партии Да, но там с башкирской содовой есть один Ну, я не сказал прикол Такая есть особенность Это я уже, как это, со стародепутатской точки зрения Нужно понимать, что башкирская содовая В России Создала законно поддержанный картель Это удивительная совершенно история ФАС разрешила ей установить цены Да, быть монополистом И на сегодняшний день Вот если честно так говорить Цены приблизительно в три раза выше Чем если бы они были нерегулируемы Вот, поэтому вообще там Все, что касается башкирской содовой Это чудеса И Ну, там Вот эти чудеса Для нас, для экологов Они только в одном Да, красивые Что действительно люди могли прийти Собраться И отстоять совершенно вот конкретную вещь Да, вот природный объект Отсюда до сюда Интерес простой Сохранить ради Значит, культурного Экологического наследия Ну, собственно говоря Ради общества Вот, поэтому Вот, что бы ни происходило Какие бы ни были оценки Политических интересов Мы, естественно, поддерживаем Жителей Башкирии Экологических активистов Всех тех, кто Вложился Вот в современный Экологический протест Потому что это круто Вот Ну и, соответственно Вот только-только Значит, у нас По Байкалу Ну, год Байкала Президент объил Ты говоришь Вот, перебываются Перебываются и суды Вот суд Российской Федерации Официально Объявил Что власти города Слюдянка Должны построить Очистные сооружения Ну, многие просто Не догадываются Что вот этот Огромный Байкал На берегах Которого стоят города И вот эти города Не имеют очистных Вот я еще раз подчеркиваю Вообще не имеют Ну, то есть, грубо говоря Все, что есть Они льют туды Туды Да, но Так как вот Непосредственно Прямо на озеро Это страшно лить Да, там существует Такая хитрая система Когда льют на грунт Там все просачивается Ну, в общем Организовывается Вот такой сброс Но Ну, мы же про экологию Да Жители, к примеру Санкт-Петербурга Тоже не должны обольщаться Потому что Города, которые стоят На Онеге И на Ладоге Собственно говоря Тоже не имеют очистных Поэтому Нева Несет Фекальные стоки Ну, так сказать В ничуть не меньшем количестве Чем попадают в Байкал Более того Даже микрорайоны И города Ленинградской области Не имеют очистных И поэтому Жители Санкт-Петербурга Пьют воду из Невы Ниже по течению Чем, допустим В Севоложском районе Там есть ряд населенных пунктов В отроду писают Да и я бы сказал Даже больше Делают гораздо более крупные И важные дела Вот Поэтому Ну, так устроена экология В Российской Федерации При этом Вот Я опять смотрю Но это тоже новость Темп кассового Исполнения бюджета Нас проекта экологии В этом году вырос вдвое Несмотря на пандемию Причем Помнишь Мы обсуждали Тут одного Пройдоху Которого как раз Румянцев покрывал Как замминистра Который кассово Значит там Исполняет На черной дыре В Нижегородской области Мероприятие И собственно говоря Как сейчас стало понятно Это тоже новость Есть материалы Аудита счетной палаты Где в общем-то Задан вопрос Куда делась Три миллиарда Но вот три миллиарда Они в нас Проекте экологии Именно в позитиве То есть Вот урадены Эти три миллиарда Уведенные из страны Да За чудо-ящики Вот они здесь В позитиве То есть С одной стороны Мы должны радоваться С другой стороны Те кто знает куда Что получила Россия Взамен за три миллиарда Они в общем должны плакать Вот Ну и возвращаясь К году Байкала Мы помним Что вот это чудо-компания Которая называется Газоэнергострой Рога и копыт А нет Газоэнергострой Экотехнологии Возглавляется человеком Мы его обсуждали Сергей Чернин Вчера мне Вот поверь Да Мне прямо От депутата Государственной Думы Пришло письмо В котором Замминистра образования Рассказывает Что у этого Сергея Чернина Ну не у этого А этого Сергея Чернина В девяносто втором году Отчислили за академическую Неуспеваемость Из фистеха Московского Ну точнее подмосковного И все бы ничего Ну как бы люди Имеют право Не получать образование Но я сам лично Видел визитку Более того В материалах Подчеркиваю В материалах Общественной палаты Где Чернина Возглавлял комиссию По экологии Запротоколировано Записано Его рукой Данные О том что он Во-первых доктор Наук Во-вторых профессор Закончил тот самый Фистех Работал много лет В академическом институте А на сайте У самого Чернина Это естественно В газоэнергострой Все это написано На визитке Которую Члены правительства С Костей Румянцем Вместе вручали Это все написано Ну и собственно говоря Есть даже сайт Где он называется Членом корреспондента Академии наук Я подчеркиваю Человек Которого выгнали За академическую Неуспеваемость Так вот Он по-прежнему Подчеркиваю По-прежнему Является Номинальным Представителем Потому что он Не владелец Не официальный Представитель Той компании Которой Правительство Российской Федерации Разрешило В год Байкала Осуществляет мероприятие По экологической Очистке Байкала С помощью Вот тех самых Термолизных Чудо-печек За которые Российская Федерация Уже заплатила 3 миллиарда Лежку И в ближайшее время Заплатят еще 10 Если мы это дело С помощью Правоохранительных органов И вот нашего С вами Канала Не пресечем И вот мы потом Вернемся Тут у нас Нарисовался один Представитель комитета Госдумы по экологии Николай Николаев Который страшно Лоббирует Чернина Его сжигание На Байкале Ну в общем Весь этот экологический Беспредел Но пока вернемся К новостям Значит Следующая новость Опять Ну она близка К Байкальскому региону Но Город есть Усолье Сибирское Оно находится Все-таки В Иркутской области На реке Ангара Ну которая все-таки Вытекает из Байкала То есть Катастрофу В Усолье Сибирском Сам Байкал не затронет Потому что против Тока Ангары Все-таки не ртуть Ничего не поднимешь Но тем не менее Значит Минприроды России Вот это Большой Объект Загрязнения Законтрактовал За Росатомом Соответственно Росатом у нас Теперь И кстати говоря Я этому чрезвычайно рад Занимаюсь не только Занесением Ядерных И радиоактивных Хвостов Начали заниматься Токсикой Наконец-то Люди нашли себе Настоящее занятие В стране Да В стране Где Напомню Травить будем Разносторонне Не-не-не Они собирают То есть это чужое Оброшенное Они теперь собирают Что они с этим делать будут Вот Это очень интересно Я сам Уже запросил Материалы проекта Как только у нас Проект появится Основные проектные решения Все будем обсуждать Никита Вот если Аудитория поддержит Готовы даже Экспертов пригласить Более того Я считаю Что так и нужно делать И собственно говоря Хорошая была бы площадка Но боюсь Нас выгонят Из утрешнего эфира Перенесут На ночное Скажут Как это Тут я случайно смотрел Камеди Клаб В качестве рекламы Включилась у меня С песней Значит Харламов Когда рассказывает Что трахует Мост Бергс Гордона И я тут прям Порвался Саша хотел послать А то потом думаю Саша наверное уже в курсе Ну то есть Конечно Сашины ночные эфиры Вот мы только с ними И сможем значит Соответственно Конкурировать Если начнем Обсуждать технологии Радиационной Или химической Зачистки страны Вот Ну а пока мы В актуальных новостях Значит Очень порадовал Коля Валуев Который вовремя Совершенно среагировал Вот на эту Президентскую инициативу Дал хорошее интервью Про Байкал И поднял тему И вот я Колю всегда Благодарен Он очень такой Внимательный Спрашивает меня Обо всем И вот он Обратил внимание Что на Байкале Ходят суда У которых нет Приемников Того что О чем мы с вами Говорили Ну собственно говоря Канализационных Накопителей Нету на судах Да То есть Гальюны Работают Открыто Прямо в Байкал Напрямую Да Это я расскажу У меня В Америке Был друг Он уже Умер Основатель Крупнейшей Организации Ватеркипер Альянс Терри Бейкер Вот И мой друг Он был Депутатом От штата Коннектика Членом парламента Вот Очень был влиятельный Он там На протяжении Там 30 лет По-моему Был членом парламента Вот этого Регионального Я видел Как он работает Еще до того Как стал депутатом Государственной думы Это фееричная работа Я когда вот Был в думе Я старался Как бы С Терри Вот брать За образец Ну вот Терри Вот В одно время Он работает депутатом Через два часа Он У него судно Такое Размером Знаешь Ну как у тебя Вот Вот этот Автобус Да Есть Вот Там очень Небольшая рубка Такие Со стороны Я думаю Сначала Что это пожарный А и цистерна Оказалось Терри Является Вот у себя На Заливе Байкипер Ну вот Храните Вот этого Пролива Бай Это между Локайлендом И Штатом Коннекция Ну собственно говоря Материковой Территорией США Он является Ассенизатором Ну то есть Золотарем То есть Он как раз Обслуживает Яхты Корабли И забирает У них Вот эти Фекальные воды То есть Вот член парламента Который Вот Зарабатывает Деньги Именно потому Что Обслуживает Суда Забирая У них Стоки Причем Обращаю внимание Это у нас Океан Ну то есть Номинально Какие вопросы Вы выливаете Это все Разливается По Атлантическому Океану Разбавляется Там Миллиардами Миллиардов Кубов Да Вот Нет Нет Такое жесткое Законодательство Что член парламента Зарабатывает Тем Что Подходит К этим судам И мы с ним Значит проходили Вот несколько дней Значит ходили Вот он мне показывал Как это все выглядит В общем то Все это Вот Это государство Соединенные Штаты Может себе позволить Собирать Фактически Из океана Сточные воды А у нас На Байкале Ходят суда Которые Несколько меньше Чем океан Я бы сказал Байкал Да И собственно говоря Да Не получается Не получается Никакой истории И вот Я почему говорю Коле благодарен То есть Коле хоть Какой-то четкий Посыл дал И это к тому Что вот сейчас Обсуждается Постановление Правительства Ну мы о нем Будем в основной Части говорить По запрещению Мероприятий На Байкале О котором идет Дикая дискуссия В экологической Среде Я думаю Как раз Слушать им Будет интересно И вот Как раз Это прям Конкретный вклад То есть Обеспечение Хозлевневыми Стоками И береговой Инфраструктуры Всей С очистными Сооружениями Да И соответственно Тех судов Которые ходят По Байкалу Ну и продолжая Ситуацию С Росатом С Усольем Да Сибирским Значит Росатом Теперь Представил решение Для рекультивации Красного Бора Ну помнишь Мы тоже говорили Токсический отход Который Есть под Санкт-Петербургом Крупнейший В европейской Части России Полигон Токсических Отходов В общем Мы тоже Возможно К нему Получим Доступ К обсуждению Проектных Решений Ну собственно говоря Потому что Люди должны знать Насколько Это все Будет четко И безопасно Ну и вот Я думаю На этом мы могли бы Закончить Сам новостной блок Если у нас Слушатели Подбросили Нам какие-то новости Можно еще прокомментировать Но переходя К основной части Вот как раз Это дискуссия Во-первых О изменении Закона Байкале Да И о постановлении Правительства Которое регулирует Саму деятельность На Байкале Как забавно Получилось Ну год Байкала Мы поэтому Сегодняшний день Такой выбираем Да После перерыва Вот И прям сейчас Вот чтобы было понятно Прям сейчас идет Заседание комитета Госдумы По природным ресурсам Где вот этот Смешной Я бы сказал Комичный депутат Николай Николаев Будет проталкивать Включение Сжигания Токсических отходов Ну вообще Процедуру сжигания Для Байкальской Природной территории Там есть специальная Центральная экологическая Зона Байкала И вот На ней запрещены Такие мероприятия А вот тот самый Незабвенный Сергей Чернин Который Хочет получить 20 миллиардов 20 миллиардов Контракт На то Чтобы сжечь 6,5 миллионов Тон Лигнина На Байкальском ЦБК Он не представляет Как это сделать Если не сжигать Причем Очень сильную позицию Занял природоохранный Прокурор Еще год назад Природоохранный Прокурор На круглом столе Государственной думи Говорит Я всех участников Которые здесь Говорят о возможности Сжигания Лигнина На территории БЦБК Предупреждаю О том Что это Во-первых Категорически запрещено А любая деятельность Направленная на реализацию Такого замысла Она является преступлением Типа Всех я вас привлеку К ответственности Макс А есть вообще Какой-нибудь способ Избавиться от этого Лигнина Не сжигая То есть Ну вот хорошо Сжигать нельзя А что делать-то Никита Отличный вопрос Прям очень простой ответ Сначала понять Что такое лигнин Вот у нас Дерево Состоит ровно Из двух частей Из некого кристалла Который на самом деле Является многоатомный Спирт С2H5OH Тот который Если разрезать На кусочки Становится водкой Разбавленной водой А если его не нарезать На кусочки Вот он и есть Та самая целлюлоза И Вот этот кристалл Если бы он только один был Он бы трескался Ну вот мы бумагу Можем легко рвать Да Это потому что Только целлюлоза А для того чтобы Древесина не разваливалась На кусочки Внутри этого кристалла Целлюлоза Как раз находится Этот самый лигнин Это пластик Это природный пластик Ну если вот формально брать Соответственность бумаги Он бесполезен Ну потому что Грубо говоря Ты тогда бумагу не накатаешь И вообще И он не горючий Ну он Он сложно горючий И он специфический Так вот если бы Лигнин был чистый И Вот ты бы сказал Что делать Если бы его было Не очень много Да Самое лучшее Его раскидать Под тем территорием Где его Где срубили Те деревья Из которого Этот лигнин отжали Ну потому что Потом будут расти деревья И забирать его Абсолютно Ну собственно говоря В обычном лесу Так и происходит То есть неважно Происходит пожар ли Происходит ли Значит просто Умирание дерева То есть спирт выгорает Лигнин остается Абсолютно Понимаю В переработанной форме Ну понятно Если пожар происходит Да Но здесь во первых А 6 миллионов тонн Это значит натаскали С огромной территории С огромной территории Да Вот Второе Ладно бы откладывали его чистый В него лили Все что не по будь В том числе Самое опасное Что в него лили хлор Ну для того Чтобы циррелозу вычистить Да Ее как раз хлором вычищали Отбеливали Отбеливали Вот И соответственно Если сейчас это добро жечь То мы будем диоксинов получать Ну вообще Это просто будет фабрика диоксинов Причем не то сжечь Парадокс заключается в том Что От 200 До 1600 градусов Любой диапазон температур Так или иначе Будет наобразовывать диоксины Ну максимум находится Там в районе 800-900 Вот И соответственно Вот этот депутат смешной Председатель комитета По природным ресурсам Ну я хотел о нем Сегодня еще отдельно поговорить Вот он прям лоббирует То есть прям лоббирует Именно эту ситуацию Давайте сожжем 66 с половиной миллионов тонн Ну то есть Я когда там пересчитывал Ну по разным методикам На диоксины То есть я там получаю Миллиарды Ну как Сотню миллиардов Диоксиновых норм Понимаешь Ну то есть Грубо говоря На человечество На десяток лет На Все человечество Которое у нас Оприходовано В качестве ныне живущих То есть это вообще Какой-то просто Беспредел Да Вот Так а что делать все-таки Так вот Смысл-то какой Да Значит Было выработано решение Оно почему-то Отвергнуто правительству Ну как почему Чтобы чернину Эти 20 миллиардов Переслать За 7 миллиардов Должны были По сути дела Смешать с цементом Смешать с цементом И создать Ну такие Мобилизированные Это называется Мобилизированные отходы И Просто их расположить В карте И со временем То есть Лигни же тоже Разлагаются Да Это бы позволило Да Стабилизировать его От активного выноса Потому что нужно было Перекрыть И дождевые воды То есть Это было бы Ну как Мы бы имели Такую массу На Получается Уже где-то На 12 миллионов тонн Да Некую массу Которая была Формально Сильно инертна Вот Но легкое выделение Лигнины Подчеркиваю Это природный материал Оно бы из него шло И кстати И А хлор бы оставался В этих кассетах А хлор на самом деле Он бы Испарялся со временем Просто у него там Другой функционал Да Но самое главное Он не нагрев Он опасен Когда ты его нагреваешь Вместе с органикой Он тогда прицепляется Там Что такое диоксин Это когда у тебя Вместо кислорода За счет перегрева Как бы Ну вот Зоны химической реакции Ну это называется Как зона рекомбинации Да У тебя Хлор вставляется Вместо Вместо кислорода Вот И у тебя раньше был Углеводород Такой Ну как Понятный тебе Из которого мы все состоим Да А когда там часть Свободных радикалов Заменяется хлором Ну просто В конкретной комбинации Да Мы получаем такой Кристалл Который другую форму имеет То есть он Был бы нормальным Органическим соединением Но внезапно Стал хлорорганическим Соединением За счет этого Приобрел высокую стойкость Связанности Ну то есть вот Уже связанные Меж собой Два бензольных кольца Я может быть Лишнего говорю Для Для Слушателей Может так Это в школе Учит Макс Да Ну в общем короче Получаются такие крепкие Наручники я хочу сказать Которые цепляются Ко всему чему ни попадя Да Ну то есть Представляете такой Такие люди ходят по улицам Держат в руках наручники И мимо тебя когда проходят Тебя сразу раз за счет Вот это и действие диоксина Короче говоря Если очень грубо Приводить пример Вот если H2O То в общем И вода И хорошо А вот если H3O То кто-то делает Атомную бомбу Вот примерно То же самое Видимо Тут В общем не сильно Изменилось Но Получилось совсем по-другому Да Ну мы про действие диоксина Еще будем говорить Так вот Значит В чем забава Я тогда Очень на задаче Думаю Ну как вот Председатель комитета Госдумы по экологии Я правда никогда его не слышал Да Вот пока его там не избрали И думаю Что за человек Ну как бы В чем у него проблема Отчего он так странно себя ведет Ну понятно Что лоббирует Чернина Да Ну понятно Вот Включаю Включаю его канал Ни в коем случае Не хочу рекламировать Но Глянуть одним взглядом можно И попадаю на передачу Где он Вот Вот я Я даже передать не могу С таким С таким Иступлением Во взоре Клянет Природоохранные организации И называет Эти природоохранные организации Иностранными агентами Вот понимаете Это Николай Николаев Это который у нас В Госдуме Да Да Председатель комитета За охрану природы Коллеги Так смотрите Сейчас начинается Судя по всему Самое интересное Поэтому я предлагаю Вернуться Значит Сделать небольшую паузу Вернемся мы Через пару минут Друзья Это мужские игры С Никитой Небелицким Напомню Что до конца этого часа В гостях у Никиты Эколог Правозащитник Максим Шенгаркин Очень скоро продолжим Мужские игры Доброе утро Мужские игры Никита Небелицкий Дарья Гордеев Максим Шенгаркин Макс Маленькое пропо Позволь Ты просто Вот свежая новость Ты о ней еще не слышал Просто Она очень В русле Вот Николая Николаева Значит Есть такой человек О котором ты наверняка Не знаешь Которого зовут Александр Булучевский Ну первый раз Наверняка в жизни слышишь Конечно Потому что этот человек Работал председателем Финансового комитета Мэрии города Выборга Ну откуда Ну Понятно тебе неоткуда Его знать Значит чем прославился Этот человек В ходе финансовой проверки В городе Выборге Выяснилось Что господин Булучевский Он за это как раз задержан Похитил 680 миллионов рублей И это было бы В общем Ну подумаешь В сравнении Там того же Чернина Но дело в том Что это годовой бюджет Города Выборга Человек Украл весь бюджет Да Ну подождите Для чего он его украл Никита Это знаешь как Чтоб два раза не вставать Это называется Да Для чего он его украл Он в ходе допроса Признался Что украл Ну вот Для того чтобы отдать Свои знакомые Из него 350 миллионов рублей За трудоустройство В мэрию Москвы Масштабы ему маловато Оказались Он здесь украл В следующем этапе Он видимо украл Б годовой бюджет Города Москвы Я так предполагаю Вот А теперь продолжаем Николая Николаева Да Слушайте Весь украл бюджет Я согласен Здесь Одни сплошные параллели И перпендикуляры И вот я Когда увидел Этого клоуна Который значит Топит Зачернена За то чтобы на Байкале 6,5 миллионов тонн сжечь Клоун Николаев Да У нас В повестке дня Вот Я решил просто узнать Ну кто этот человек Который причем Так рьяно борется С экологическими организациями Он говорит С иностранными Экологическими организациями Открываю биографию Ну Никит Вот я Знаешь Я всяких людей встречал Ну рассказываю Значит Юноша без образования Подчеркиваю Юноша без образования Все 90-е годы Все 90-е годы Проработал Фонэшнл таймс Фонэшнл таймс Да Без образования Платя Платя налоги За пределами Российской юрисдикции Подчеркиваю Вот этот человек Утверждает Что он супер патриот Да И кстати говоря Почему-то Супер эколог И борец Борец Иностранными организациями Я вот тут хотел просто сказать Мы наверное когда-нибудь широко расскажем Я вот пример просто приведу Вот международная экологическая организация Гринпис Ну во-первых Она по законодательству Не считается иностранным агентом Потому что экологическая организация Под нее не подходит Ну чтобы было понятно Я сам принимал этот закон Я на трибуне стоял Я говорю я Я лично Не стесняюсь Я горд тем Что я был Работал в Гринпис Да Кстати Николай сказал Говорит А как это он работал В Гринпис Про меня да Ну то есть Сам Фонэшнл Таймс Работал А я в Гринпис Так вот Экологическая организация Гринпис Она возникла В Канаде В первую очередь В качестве протеста Против американских Ядерных испытаний Нигде там На Аляске На острове Который очень близок К Советскому Союзу И в начале Вообще Эта организация Называлась Остановите волну Имелось ввиду Вот это Цунами Который возникает После ядерного взрыва То есть По сути дела Гринпис В первую очередь Это антивоенная Антиядерная организация Которая Де факто Помогла В том числе Советскому Союзу Остановить гонку вооружений То есть Вот Если бы не было Гринпис Вообще непонятно Может быть К чему бы пришел мир Абсолютно же очевидно Что экологическая Организация Является балансом Против корыстных Интересов Неких Коммерческих Организаций Которые Совершенно наплевав На то что получается От их коммерческой Деятельности И пользуясь тем Что они обладают Очень серьезным Лоббистским ресурсом В том числе Информационным Творят Черт и что Под покровом Ночной тьмы Эту покров Ночной тьмы Экологические Организации снимают И вообще не важно Экологическая Организация Там я не знаю Американская Российская Там китайская Важно что если Чтобы она делом занималась Чтобы она действительно Вот эти вот вещи И вскрывала Потому что только То что открыто Для общественного взора Потом ну каким-то образом Начинаются проверки А если это тихо И сапою делается То тогда Горовой бюджет Города Выборга воруют Ну да Вот я пойду Мы к Гринпис Наверное вернемся Когда-нибудь Ну или будем возвращаться Регулярно Я буду по кусочкам Рассказывать Потому что на самом деле Это очень интересный Жизненный опыт И вообще это очень интересно Вот Так я гляну Кто такой Николаев Ну во первых Он избран от Иркутской области В Иркутской области Его никто не знает Кроме его помощников Он вообще там Никак с Иркутском не связан Напоминаю Он даже образование Вот этот эколог Получил образование Когда ему было 27 лет В Ташкентском Авто каком-то институте Подчеркиваю Эколог Автоинститут 27 лет В Ташкенте Financial time Да При этом отработал Видимо там по телефону Можно было Диплом об образовании Не надо было даже ездить А я займусь этим вопросом У нас есть Агенты Иностранные агенты У нас есть агенты В Узбекистане В Ташкенте Да Мы поднимем архивы И посмотрим Так сказать Может мы Может мы что-то еще Интересное займем Так вот Чем занимался Этот депутат Председатель комитета В Государственной Думе Вот многие наверное Слышали про Лесную амнистию Ее очень много пиарили Вот в самом начале Государственной Думы Вот этого созыва И многие не понимают Про что это А я сейчас расскажу Вот Дачные участки Которые раздавали При советской власти Они все вписаны Ну как бы В земли С определенным статусом Да Ну то есть Сельскохозяйственные земли Земли там Под огородничество И в Российской Федерации Их всех переделали Ну соответствующие там земли В том числе Для Организации постоянного места жительства То есть это все Земли поселений А вот когда Советская власть рухнула Олигархи прибрали И построили В наших лесах Вот особенно В Подмосковных Колоссальные там Поселки Дворцы Ну Кто Может посмотреть карту Кто может просто Проехаться и увидеть Когда очевидно Прямо в лесу Находятся Я даже не скажу Что это там дома Это прям замки Да Вот Вот эти все замки Находились И находятся На землях Лесного фонда И узаконить их было Никакой возможности не было Ну потому что Земли Лесного фонда Не подлежат Отторжению И для этого Единой России Вот депутат Николаев От Единой России Избранный от Иркутска По списку Которого никто в Иркутске Не знает И председатель комитета Кстати говоря Страховщик Он на самом деле По основному Роду занятий Вот этот человек Принял закон Который назвали Лесная амнистия По которому Вот эти все дворцы Были узаконены То есть Вместо наших лесов Они получили Свои замки Окруженные Нашими лесами А земли Под замками Под усадьбами Под псарнями Под домами Для Обслуги Крепостной Из Центральной Азии Ну из Ташкента Наверное По наехавшей Корги Это как Она же должна Где-то жить Вот это все Они узаконили С помощью Этой лесной амнистии Ну чтобы все понимали Чего добивалась Единая Россия Лесная амнистия Руками председателя Комитета Госдумы По природным ресурсам Николаевым Вот это Это акт Патриотический Он прям на нем Настаивает Он говорит Это вот Мой патриотический акт Мой вклад В охрану Окружающей среды И вот этот человек Именно прям Вот этот человек Да Который 20 лет После того Как Великим автомобилистом Ташкентским Да Он занимался До своего избрания В Госдуму Там в 16-м году Он занимался Страховым бизнесом И везде пиарит Вот я Мне даже было бы стыдно Человек пиарит Что у него Благотворительный фонд Подчеркиваю Не общественный фонд А благотворительный фонд Не буду называть Фонд Вот я проверил По балансам Нулевой С момента основания То есть человек говорит Я Основал Благотворительный фонд И сразу возникает Православный И возникает ощущение Что человек Ну Сам жертвует Направляет По жертвам Нулевые балансы Ники Чтобы было понятно Ну Левые Ну то есть фонд у него есть Да А денег фон А благотворительности Не видать Нет Да Отлично Понимаешь И вот он Понимаешь Как депутат Вот он Борец С природоохранными Иностранными Агентами Который Пролоббировал Передачу наших лесов Коррумпированным Чиновникам И олигархату Раз Человек Который Который Создал Фонд Благотворительный С нулевым Оборотом Два Вот И сейчас Он лоббирует На Байкале Сжигание Лигнина Жуликом У которого нету Даже образования Даже ташкентского Образования нет Которого выгнали Из физтеха А он Значит Везде пишет Что он доктор наук Говорят Ночью сегодня Выключил свой сайт Видимо будет править Я вчера голосовал У себя поставил Я говорю Вот когда Чернин Ну когда всем станет известно Что Чернин значит Выгнан из института Что он сделает Сотрет Данные О том что он доктор наук Оставит их Или Значит Напишет новые регалии Ну то есть Объявит себя допустим Не знаю там Научным консультантом Там Президента Академии наук Не знаю там Может еще Может всемирным ученым Известным Вот Пока сайт Упавший у него Смотрим Ждем Но я проголосовал Лично у себя За то что будут Добавлены новые регалии К старым Вот Николаев видимо тоже Так сказать К своему Автотехническому Как его там Ташкентскому Что там у него Институт Или прочее Тоже наверное Что-то добавит Как страховщик Да Но мы должны понимать Вот это люди Это люди Которые Которые претендуют На то что Они определяют Политику Государства Понимаешь Они только Претендуют Они ее Определяют Ну как Если Если им удается Продавить Чтобы ему дали Там 3 миллиарда А потом еще Сколько 10 или 20 Сколько Мы еще должны Дать 20 И в результате Все это Единственное Что радует Что так как Похоже Они не очень путевые Вот эти все граждане Они украсть могут А вот Для того Чтобы портить экологию Все таки Эту печку Надо как-то запустить А она похоже У них не работает Потому что Это слишком сложно Для их Компетенции Ой Это ты абсолютно правильно Говоришь Но здесь Вот как тот самый мужик Из Выборга Который украл Все что до чего В руки дотянулись Да Вот здесь тоже Они же понимаешь Как в чем В чем цимус Вот Ведь можно было Украсть половину Наполовину сделать Ну так не работает Ну это как бы Ну Я не знаю Я просто этого Никогда не делал Я могу только догадываться Они видимо Не могут остановиться У них какая-то это Коррупционная булемия Что ли Да Против того Они просто ничего не оставляют Они Вот ты даже говоришь Про эту печку Ты знаешь Я забоялся И продолжаю бояться Только потому что Они вот сейчас в нижнем Все таки токсические отходы В ней жгут И боюсь Что людей отравят А больше я ни за что не боюсь Потому что Понимаешь как Это фейковая абсолютно печка Вот она Ну понятно Да я про это и говорю Мы с тобой вот сейчас В любой автомастерской Ее соберем Ну прям аналог Причем я даже Знаешь что Не исключаю Что мы случайно Соберем гораздо более эффективную Понимаешь Гораздо более лучшую печку Вот И это правда И вот мы находимся В том Такой смешной Мизансцене Значит Путин говорит Год Байкала Люди говорят Так нет очистных Причем Не то что вчера нет Их вообще нет Их уже Их никогда и не было То есть Нацпроект экологии Увеличит объемы финансирования На чудо неведомые печки Да Депутаты значит Узаканивают Воровство лесов В пользу олигархов Мы живем в стране В которой На самом деле По-моему Любой сигнал Не просто теряется Он превращается Инвертируется В ровно противоположное Не ну подожди Макс Я тебе прям Приведу Такой живописный пример Ты же наверняка Читал Орвел 1984 Да Вот Помнишь там Описание Министерства правды Уходящая в небо Лестница Так все красиво В следственном комитете Создали отдел Который занимается Борьбой С формификацией истории Он состоит Из одного кабинета И двух человек В нем работающих То есть понимаешь Орвел воплотили Но в таком Таком Знаешь Таком карманном виде Таком Каком-то Макет 1 к 43 Вот Оно Оно так все и есть Ну что тебя удивляет Это симуляк Симуляк Да 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 Я про это и говорю Мы сейчас попробуем Не получится И ладно По такому принципу Да так вот И ты понимаешь Вот прям сейчас Ну Вот да Вот прям сейчас Они сидят И я знаю Там есть нормальные депутаты Да Вот там Николай Роберсович Будуев Да Депутат от Бурятии Учитель истории Кстати говоря Вот с ним надо поговорить Там насчет фальсификации Вот он сидит Он говорит Слушайте Может прежде всех этих плясок Просто очистные построим Вот он ходит Я прям Я видел Он в министерство приходит Говорит Очистные давайте построим Ну просто чтобы Фекалии не текли в Байкал Да Ему все говорят Да да Николай Роберсович Проходите Сядьте в сторонку Сколько у вас бюджет стоит Он говорит Вот столько Говорит неинтересно Все Масштабное Ну прям реально То есть Никого не интересует Реально выполненная работа Ну построишься Очистные Никит Вот если мы с тобой придем И придумаем чудо Чудо превращатель Очистных Не знаю там В зефир или в что то И скажем Что с этого можно украсть миллиарды Я думаю Дальше мы пешком ходить не будем Нас на руках будут чиновники носить Не ну слушай Это мы же видели уже там Как с сосудями боролись При помощи лазера Как наш Новый войно Хотел этот Милофон сделать Который будет вещать Через Высшие сферы На всю цивилизацию Мозги менять Ну то есть Макс Ну а что ты хочешь Если Если у нас Экология Причем ведь Представитель комитета Государственной думы Это прям большой человек Это даже Это больше чем там Какой-нибудь замминистра Если у нас Экологическую политику В законодательстве Страны Определяет человек Который Имеет автотехническое образование Ташкентского техникума Ну как бы Ну что А что тебя удивляет Они в меру своих компетенций И воруют Ну как бы вот Насколько понимают А столько и воруют Ну это нормальное явление Да Ну вот А что И борются Главное Они же Ходят прям Ну то есть На голубом глазу Борются С теми организациями Которые много лет Занимаются Байкалом Потому что Потому что На их фоне Вся их деятельность Выглядит каким-то Странным Предприятием А когда С этими организациями Борешься И не даешь Возможности им Что бы то ни было делать То получается Ты вроде что-то делаешь А они вот видите Ничего Вот кстати о Байкале Байкал же внесен В список Всемирного наследия ЮНЕСКО Но Чтобы все понимали Это сделало Не Министерство Экологии Российской Федерации Не правительство Российской Федерации Сделало Международная Природоохранная Организация Министры И премьер Только подписались Парадокс заключается В том что Реально Государственную функцию Превращение Байкала В действительно Объект Всемирного наследия То есть Регистрация нашего Фактически права На этот уникальный объект Была сделана Международная Экологическая организация Естественно Без копейки денег Из бюджета Коллеги Давайте продолжим Через несколько минут Мужские игры С Никитой Небылицким До конца этого часа В гостях Эколог Правозащитник Максим Шенгаркин Мужские игры Доброе утро Это Мужские игры Никитой Небылицкий Дарья Гордиева Максим Шенгаркин В рамках Экосреды У нас эколог наш Которого 2 недели не было Макс Меня вообще Знаешь что во всем этом Больше всего умиляет Вот Серьезные же люди Ну по должностям Да Занимаются вроде как Серьезным государственным делом Влияющим на жизнь Всех без исключения Людей проживающих На территории нашей страны Но Тот абсурд С которым Все это происходит Но это же действительно Это же смех и грех Когда Вот Тех кто ты Кого ты перечисляешь Люди вообще К этому никакого отношения Не имеющие Какие-то страшные миллиарды Тратят на какие-то свои Идиотские идеи И Как только кто-то Начинает говорить Подождите Ну это же идиотизм Ну так же нельзя Надо же вот как-то По-нормальному Они в ответ на это Начинают выкидывать Все эти бесконечные Православно-патриотические Лозунги По всем сторонам С криком Это все враги А мы тут Мы пойдем Своим путем Тебе не кажется Что мы пришли Уже к какому-то Ну полному тупику Вот восприятия Окружающей действительности В этом контексте Вот как ты считаешь Никит Я тут с тобой конечно соглашусь Потому что Вот то что я вижу На уровне принятия решений Это даже не хаос Мне кажется Что из трех решений Всегда будет приниматься Наихудшее И Здесь критерием Является Вот Именно Желание Желание Нагадить Так Чтобы тебя Не забыли И вот Вот это Жажда узнаваемости Которая Пусть даже через отрицательное Она является Драйвером Для этих людей Вот Иначе вообще Поступки этого Председателя Комитета Николаева И их осознать Вообще невозможно Ну с природоохранной Точки зрения Ты не можешь быть Председателем Комитета Госдумы По природным ресурсам Если у тебя Такая точка зрения То есть Это ересь Ты занимаешься Какими-то другими делами Страховым бизнесом Своим бы занимался Там человек Может быть Может быть Они Мягче бы нас Обворовывали Да Страховщики Чем они это делают Обычно Вот А здесь Он Не понимая Но Желая Привлечь себе Внимание Он Фактически Превращает Тему фейк И вот Я почему С Кашталу Начал Вот в Башкирии Люди вышли Они защитили Конкретно Вот да Конкретное Своё решение Имеют на это Кстати говоря Полное право Конституционное право Так вот сейчас Огромное количество Вот этих Дегенеративных Политиков Они вдруг Почувствовали Вот этот запах Запах Политики Они сейчас побегут На четвереньках Поползут на пузе Или галопом Поскачут Внедряться В экологические Организации Создавать Фейковые Общественные Организации С названием Эко Зелёное Природное И так далее Да Для чего Для того Чтобы паразитировать Слушай Ну в тренде А это Это модно Год экологии Год Байкала А что Мы сейчас присоседимся Ну Это вот примерно Как с православными Организациями Когда вдруг Все неожиданно Стали православными То есть до этого Все были коммунистами И атеистами А теперь вдруг Стало модно Патриотом Стало модно быть Ну у нас Президент Патриот До этого в теннис Было модно играть Я не знаю Горбачёв просто Не успел отметиться Какими-то увлечениями А тут точно Было модно Что-нибудь ещё На лыжах Вот очень модно Кататься У нас теперь Лыжники все До одного Горные Скоро равнинными Видимо станут Кто у нас там Равнинные лыжи любит Медведев по-моему Ну уж не знаю Кто любит равнинные Я к чему Вот сегодня 95 лет Кстати Всероссийского общества Охраны природы Ну то есть 95 Это значит Оно возникло В трудные Для России Времена Вот И Тем не менее Тем не менее Меня позвали на праздник Хотя ты тоже Кстати член Всероссийского общества Охраны природы Ты просто это забыл Ты в первом классе В втором, третьем Клеил Клеил марочку Помнишь такую коричневую Клеил Я тоже клеил Вот я с тех пор Не переступал Ну как бы Заново не ступал У меня где-то Гнижки где-то есть Вот меня сегодня Позвали А на самом деле Я тебе так скажу Вот эта организация Сегодня находится Под рейдерским захватом Может быть отдельно Посвятим эту тему Два человека Уголовных преступников Прям подчеркиваю Есть решение Ступивши законную силу Решение судов Российской Федерации Уголовных преступников Они пытаются Подчинить сейчас Себе эту организацию Уголовные преступники Уже пошли вперед На природоохранной организации Следом за ними Идут бесхозные Депутаты И собственно говоря Задача нормальных людей Защищать Не только экологию Получается Защищать самих себя От проникновения Этих Этих фейковых Этих Этих каких-то Омерзительных Клоунов От того чтобы они Не испортили Простую вещь Нашу любовь к природе Максим спасибо огромное Ждем в следующую среду Максим Шингаркин Эколог Правозащитник был В студии Серебряного Дождя Никита Евгеньевич С тобой прощаемся До завтра До 10 утра До завтра До 10 утра Друзья Через пару минут Встречайте в эфире Серебряного Дождя Мари Армос Меня зовут Дарья Гордеева Я вернусь в эфир Завтра в 7 В рамках программы День Горда В 7 утра разумеется Ну а с 8 До 10 утра Виктор Намбутов Ни в коем случае Не пропускайте